И тут у нас будет, наконец-то, долгожданный Ювентус. Не уйдем мы со стрима, пока не поговорим про Ювентус. Но постараюсь я все-таки не растягивать тут. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по последнему матчу Ювентуса и гениальной тактике Аллегри-Колесо. Да, это разошлось, этот скрин и у меня, и в других источниках подловили момент в районе 10-й минуты, где буквально футболисты Ювентуса располагались вот таким образом, вот как-то так. Просто фишка в том, что, ну, может быть, в лучшем случае вот так, заполнения центра практически не было. И можно практически вот в чистый круг, в колесо соединить, ну, вот тут вот небольшая несостыковочка была, футболистов Ювентуса, но, следовательно, продвигать мяч в такой структуре очень трудно. Да, это, с одной стороны, настолько радикальный один эпизод. С другой стороны, если мы посмотрим уже не один эпизод, а карту передачи Ювентуса, то там все тоже было максимально изолировано. От центра до Влаховича, у которого было 9 действий за этот матч, и одно из этих действий – это практически срезанный мяч в свои ворота после углового. Ну, и еще одно, понятное дело, то, как он разводил с центра поля. То есть чистых действий там остается совсем мало. До него мяч вообще не доходил, но остальные перепасовки – это стерильная буква Ю, латинская буква Ю, то, что называется вот именно такой стерильной схемой для перепаса «Перепаса без продвижения в по-настоящему опасные зоны». То есть фишка этого скрина не в том, что кто-то вот подловил. Хотя даже учитывая, что это подловили, это все равно смешно. Вот прямо настолько явно. Это не так легко подловить. Не в каждом матче бывает. Там начали скидывать из других матчей, что есть плохое заполнение центра. Плохое заполнение центра бывает. А вот 10 футболистов, которые практически в рук выстреливаются, не бывают. Их все равно меньше. То есть если вы ловите плохое заполнение центра, как правило, у вас просто не все футболисты еще в кадре. Ну то есть прямо аналогичный скрин привести – это труднее, чем кажется. Ну ладно, в любом случае у скринов всегда куча ограничений. И это в первую очередь юмор, а не серьезная аналитика. Ну либо это аналитика, но с оговорками, что ты доверяешь автору, который не выдергивает это из контекста, который, грубо говоря, не подловил один эпизод. Ну короче, тут оговорок много, но в данном случае фишка в том, что эта картина, она олицетворяла то, что Ювентус действительно делал. И проблему Ювентусу просто радикально, но подчеркивало. Она была менее радикальна, но она была именно в этом матче. Из-за чего возникает такая ситуация, из-за чего у Ювентуса такая плохая структура, из-за чего Ювентус не может двигать мяч? Ну причин на самом деле много. Давайте постараемся их ранжировать. На мой взгляд, учитывая, насколько все плохо было в этом матче, нужно начинать с самой первой стадии. А в самой первой стадии у нас есть Локотели, о котором будет еще вопрос далее. И у нас есть два центральных защитника, в данном случае Бремер и Лугани. В этой стадии, и это вот мы подбираемся к первой проблеме, почему Ювентус настолько стерильный, почему настолько плохая структура прямо сейчас. В этой стадии у Ювентуса в этом матче против Локотели применялась персональная опека. Капута постоянно играл с ним. И, кстати, надо отдать должное, проделал очень хорошую работу. Ну буквально везде преследовал Локотели. И, следовательно, разыгрывающий Локотели был закрыт полностью, просто полностью выключен персональной опекой. Что это означает на практике? И на самом деле, если вы последите за Локотели, он очень здорово в этом матче действовал, на мой взгляд, если бы вокруг была нормальная среда. То есть до него мяч не доставляют, с ним постоянно капута. Но Локотели манипулировал его позицией. Он уводил его таким образом, что если бы у команды хоть какие-то механизмы в атаку другие были, допустим, банучи на поле, это уже был бы отличный выход из этой ситуации. Но он уводил таким образом капутом, что таким образом, что центральные защитники получали кучу свободы. То есть если бы Брэмер и Ругани могли пасовать или продвигаться с мячом на по-настоящему хорошем уровне, то уже какой-то выход у Ювентуса был бы в атаку. Но в этом матче их слабости в сочетании с персональной игрой по Локотели, которого действительно выключили. У него там сколько? 16 передач, по-моему, было за матч. Он там не совсем полностью отыграл, но 85 минут отыграл. И он манипулировал позиции своего опекуна, но это манипулирование, оно может быть полезным только если это сопровождается хорошими действиями, ну или, по крайней мере, продуманными, логичными действиями со стороны партнеров, со стороны центральных защитников. Но тут и очевидных вариантов для центральных защитников, которые не обладают каким-то выдающимся пасом, не создавали. Ну или там проходами с мячом тоже не владеют на выдающемся уровне. И они сами за счет индивидуального мастерства не могли придумать передачу хотя бы того же уровня, не хотя бы, а просто того же уровня, потому что это хороший уровень, который может придумать Локотели, и тем более Банучи, у которого этот уровень еще более высокий. Поэтому в этом матче даже не столь значимы проблемы, которые выше находятся, располагаются. Но не столь значимы, поскольку вот эта проблема, она была настолько на виду, и даже ее Ювентус не мог решить. Из-за этого мы получали вот эту вот картину невероятной стерильности. Далее, это один ракурс, на который можно смотреть. Но если бы у Ювентуса все остальное работало бы, это бы не бросало в глаза так сильно. Следующий механизм, который не работал, это центр поля. Центр поля, где получается Маккенни и Рабьо, если ничего не путаю, Маккенни и Рабьо действовали рядом с Локотели. И они тоже не из тех, кто может, когда прикрыли основного плеймейкера, взять на себя функцию вспомогательного плеймейкера. Вообще этим должны заниматься центральные защитники. Потому что даже если бы тут был другого типажа игрок, ну, допустим, здоровый, находящийся в форме Артур, он опускается, он начинает разыгрывать, и в этой стадии все неплохо. Но все равно впереди не хватает заполнения зон, и все равно в идеале этим должны заниматься центральные защитники. Но игроки другого типажа, которые могут опускаться и быть вспомогательным плеймейкером, могли бы замаскировать эту проблему, проблему персональной игры против Локотели. Этого тоже не происходило. И в центре поля тоже была дыра, которая приводила к тому, что Ювентус просто-напросто не мог продвигать через эту зону мяч. На самом деле можно еще присмотреться к такому аспекту, как количество опусканий квадрада, квадрада в опорную зону. А почему он опускался? Ну, во-первых, потому что за ним не всегда шли до упора, и он мог свободно получить мяч, а во-вторых, потому что он может протащить, просто тупо на дриблинге протащить мяч и хоть как-то связать атаку. Хотя на самом деле, если команде все работает, квадрада должен получать мяч на чужой третий и быть тем, кто моменты создает. Да, там часто за счет подачи, немножко примитивные моменты, но создает. И он хорошо свою работу знает, хорошо своим делом занимается. Но тут из-за кризисности общей картины нужно было заниматься ему не своей работой. Ну и если бы все эти аспекты работали, то все равно не хватало, на мой взгляд, атаки Ювентуса гибкости. То есть, да, у нас есть проблемы с выходом одного типа из атаки, другого типа из атаки. Но всегда же можно сыграть через нападающего, который либо отходит назад для того, чтобы связывать игру, как это делает, ну, допустим, Фермина хорошо это делает, Бензема, такие нападающие, которых тянет называть ложными девятками, либо через нападающего ориентира, который цепляется за мяч и помогает игрокам вроде Рабьо и Макенни выигрывать подбор. Но давал ли хоть что-нибудь из этого Влахович? Я немножко побаиваюсь критиковать Влаховича, потому что когда я этим занимаюсь, сейчас он играет, ну, ужасней просто не придумаешь. И это касается и того, как плохо он отрабатывает без мяча. Это касается тайминга его открываний. Но это касается непосредственно действий, которых он лишает свою команду в подгрыше. Сразу же почему-то с какими-то горящими глазами болельщики Ювентуса, мне кажется, это не случайно, что именно с горящими глазами, что именно такие болельщики Ювентуса набрасываются на меня, чтобы его защищать, приводят внимание результативные действия, игнорируя все остальное. Да, тут у него гол в пенальти и гол в первом туре, два мяча уже есть. Но в целом, даже в первом матче, мне кажется, если внимательно смотреть футбол, а не эпизоды, очевидно, что он был не в своей тарелке. Можно его оправдать, конечно, тем, и вот это правильно сделали, что указали мне, что он получал травму в предсезонке и, может быть, физически находится в плохой форме. Но сейчас он проблема, он не решение, он очевидная проблема. Если в первом туре можно было вот эту карту разыграть, результат на табло, то сейчас даже она не работает. И в этом матче, мне кажется, еще ярче эти тенденции проявились. И, кстати, когда вы начинаете набрасываться на меня из-за Влаховича, вы, пожалуйста, определитесь, потому что вы друг другу противоречите. Там вот одна группа болельщиков Ювентуса говорит, что я критикую Влаховича, потому что я обиженка, он не пришел в арсенал, и поэтому я критикую его. А другая группа тех же болельщиков Ювентуса считает, что я его критикую, потому что я давний хейтер, потому что я еще раньше говорил, что не хочу видеть его в арсенале. То есть вы определитесь, одно другому напрямую противоречит, кто я, обиженка или давний хейтер. На самом деле я считаю у Влаховича переоцененным, но именно в рамках… у меня спокойное к нему отношение, но вот в рамках того, сколько за него заплатили, что он показывает на поле, я считаю, и как его средний болельщик оценивает, я его считаю переоцененным. Но это именно анализ его плюсов и минусов. В другой системе он будет себя проявлять намного лучше, ну, круто будет. Считаю ли я, что тяжело его вписать в систему топового клуба? Да, я так считаю. Наверное, это возможно, но это будет тяжело. Практически у всех топовых клубов нападающие с другим набором качеств. Так что Влахович, когда будет повод похвалить, с радостью его похвалю, нормально к нему отношусь, но все-таки сейчас, мне кажется, если мы глобально говорим, он… Так вот, в этом матче это выражалось в том, что он не давал ни того, ни другого, не мог цепляться как ориентир и не мог связывать игру как дополнительный игрок, который опускается пониже. Следовательно, если у Венца проблема в первой стадии, он не может, скажем так, стать решением. Для некоторых клубов нападающие своим движением становятся решением. То есть, либо усложняют игру и помогают играть в центре поля, либо, наоборот, помогают ее упрощать. В один пас выходи в атаку через нападающего. Влахович не давал ни того, ни другого, и поэтому в этом матче тоже был очень существенной проблемой. Наоборот, мне будет очень интересно, если Олегри придумает, это как все сбалансировать и как разместить его на поле по-настоящему эффективно и без ущерба именно командной игре, а не просто, чтобы у него сохранялись определенные баллы результативности. Я сразу все это смечу, сразу все его похвалю, и, наоборот, учитывая, как часто вы мне про него пишете, с особым интересом за ним буду следить. Но пока я вижу такую картину, и я стараюсь ее обосновывать, стараюсь конкретно говорить, чего Влаховичу не хватает и как это отражается на игре команды. И заметьте, я тут ранжировал проблемы, и вот до Влаховича мы добрались в самую последнюю очередь. Я не называю его главной проблемой, но он определенно тоже не решение. Не решение, и в этом матче мы видели такой Ювентус. Важно понимать, что это Ювентус без Демарии и без Поля Пагба, то есть это какой-то незавершенный рисунок Макса Аллегрии. И вот какие проблемы вскрылись в этом незавершенном рисунке, я разобрал. Почему возникала вот такая ситуация со стерильными перепасовками, я объяснил. Мне показалось, что вас эта штука, вас этот скрин особенно заинтересовал. Да, он достаточно показательный в данном случае. Но надеюсь, что у вас картина сложилась. Теперь давайте ко второму вопросу, который такой более подробный и обстоятельный. Хочу задать два вопроса про фанатские мифы о Ювентусе, с которыми приходится бороться на многих каналах. Первый миф. Аллегри пытается слепить из локотели нового пирла, а сам игрок не справляется с амплуа рейджисты и гораздо лучше раскрывается в роли медзалы. Вот так звучит миф по мнению слушателя стрима. И второй миф. Паредес – это очередной Артур Рэмзи. Артур Рэмзи. Мог бы быть такой игрок. Ну, тут Артур и дальше через запятую Рэмзи. То есть, середня, которая постоянно травмируется, не приносит пользы в обороне и пасует только назад. И при этом сидит на жирных контрактах до сечения... И на жирных контрактах до сечения срока контракта. Так, ну даже не знаю, что конкретно разбивать. Ну, то есть, к Рэмзи может быть много претензий, но не точно... И точно претензия, что он травмируется часто, но точно не то, что он не отрабатывает в обороне. Это же как надо смотреть футбол. Не могли бы вы объяснить всем, кто верит в эти мифы, в чем конкретно они неправы? И дальше точка зрения приводит самого слушателя. Давайте зачитаем, она достаточно качественная. Локотели большую часть карьеры выполнял на роль региста в Сосоуоле с позиции одного из двух опорников. Но там игра строилась именно через него. Поэтому именно это его натуральное амплуа, в котором он продолжает расти и прогрессировать. А Медзал для него лишь короткие эпизоды, такие как, например, чемпионат Европы со сборной Италии. Абсолютно верно. Наверное, только тут можно дополнить, вернее, сделать акцент на том, что вы уточнили, что в схеме 4-2-3-1, где два опорника, а Локотели один из них. Ну, то есть это не совсем чистая роль регисты. То есть в чистом виде это выглядело бы немножко иначе. Это, допустим, 4-3-3, и вот это называется ролью региста. Ну, либо если 5-3-2, то тоже есть региста, и он располагается в треугольнике. И там такого треугольника не было, там вот такая конфигурация была. Но действительно игра вот шла через Локотели, который глубже всех был и больше всего мяча получал. Качество у него точно для этого есть. Я с вами согласен, что про Мидзалу это действительно такой миф, который короткой выборкой сформирован. Уж точно это не та роль, которая привела его в Ювентус. Ювентус его купил не из-за пары матчей в роли Мидзалы на Евро, а именно из-за того, как он вел игру в Сосуоло в роли, которая по набору функций действительно региста. Если углубляться в терминологию и уже совсем занудствует, тогда может быть не совсем региста, поскольку схема все-таки немножко другая, по-другому треугольник расположен. Но по функциям определенно через него мяч шел, через него была наибольшая доля продвижений. Что касается оценки его, как игрока на эту роль в Ювентусе, я считаю, что проблема не в нем. Я считаю, что проблема в окружении. Я считаю, что он может на хорошем уровне эти функции исполнять. И дальше второй миф про Паредеса. Паредес даст Аллегре еще больше вариантов полузащити, сможет заменить Локотелли и дать Мануэлю возможность играть выше на позиции Пагба. Может быть вариант с двумя опорниками, а также он усилит фазу владения, может помочь выходить из-под прессинга. Паредес прямо сейчас кажется более готовым и вариативным игроком, нежели Равелла, которому еще бы год в аренде и еще один полноценный сезон в стартовом составе не помешал бы. Как вы оцениваете ситуацию в полузащити Вентуса? Вот так. И там дальше еще такая читерская формулировка. Заранее благодарю за подробный ответ. То есть еще и ответить надо, и подробно. По второму мифу. Я считаю, что есть элементы правды в этом мифе, а есть элементы неправды. Тут я не на 100% с вами согласен. Ну, во-первых, часто травмируется Паредес. В последний сезон правда часто травмировался. Может быть, из-за этого сложилось такое впечатление. До этого история травм у него не такая обширная, и он не так часто побывал. Но в последний сезон он правда много из-за травм пропустил, поэтому это не совсем миф. И как дальше пойдет карьера, и насколько можно говорить о том, что это прямо вот явление одного сезона, а не нечто более глубокое, тут тяжело предсказать. И это не моя специализация. Я все-таки спортивной медициной не занимаюсь. Что касается его игры без мяча, то тоже это не на 100% миф. Он действительно немножко недорабатывает, ленится без мяча, но в Дените он ленился больше, чем в ПСЖ. Это позволяет сделать вывод о том, что, наверное, в большом клубе, в Вивентусе, он все-таки тут будет более добросовестным, хотя некоторые ошибки связаны именно с тем, как он оценивает ситуацию. Ну и, наконец, его качество на мяче, вариативность, которую он даст в полузащите, с этим я согласен. Это, правда, плюс, который он может привнести и по цепочке разнообразить полузащиту Ювентуса, которая, безусловно, сейчас является проблемной позицией. И вот я на примере конкретного матча с Амдорией упоминал о том, что было бы все иначе, если бы был вспомогательный плеймейкер. Ну да, вот Паредос в эту роль вписался и в этом матче был бы вполне кстати. Но, с другой стороны, если здоров Поль Пагба, то вот он может эти функции выполнять. Как-то так. Надеюсь, достаточно подробно обсудили проблемы Ювентуса. Может быть, матч не самый яркий по выиске Ювентус-Самдория, но все-таки в нем было много всего интересного и меня даже немножко удивило, сколько вопросов на основании этого прилетело. Вадим, как ты считаешь, насколько вероятно, что Милик окажется не просто игроком ротации, а плотно усадит Влаховича на скамейку? До первой травмы, конечно же. Ну, про Ювентус, я думаю, еще подробнее сегодня поговорим. Вопросы про Ювентус прилетали. Ну, честно говоря, именно Милик не кажется кардинально отличающимся игроком от Влаховича. Ну, да, у них качества разные. Влахович лучше спиной к воротам играет. Ой, наоборот, прости, Милик лучше играет спиной к воротам, Влахович лучше играет на пространстве. Но в целом ни тот, ни другой не дает полного набора навыков, которые требуются практически от любого форварда в современных топовых клубах. То есть между ними, ну, если и будет конкуренция, то все равно даже Милик, если он вытеснится из основы Влаховича, в чем я не уверен, все равно это будет, не будет варианта, который, как мне кажется, полностью сбалансирует Ювентус.